Спасибо, Вилл. Действительно было очень классно побывать на Коннекте вчера. Я так люблю молодежь, а сам еще молодежь. И мое сердце просто горит для молодого поколения, чтобы в нашей стране молодое поколение загорелось для Иисуса Христа. Чтобы церковь для молодежи не была так, чтобы религиозная организация. Чтобы церковь это была семья, церковь это было то место, где реальные чудеса происходят, где реальный Бог, где реально сверхъестественное что-то происходит. Потому что это молодое поколение рождено для сверхъестественного. Потому что это поколение рождено, чтобы ходить в Божьей славе, знать Бога. И поэтому есть потребность у молодых ребят к сверхъестественному. Поэтому много фильмов о Гарри Поттере, о сверхъестественном, о инопланетянах. И молодежи это очень интересно, потому что внутри есть потребность к сверхъестественному Богу. Амэн. И церковь — это то место, где реальная, настоящая, сверхъестественная жизнь. Амэн. По крайней мере, Бог так запланировал для церкви. Очень рад каждого из вас видеть на этом месте. Приветствую вас, дорогие друзья. В Доме Божьем, особенно кто, может быть, первый раз, кто давно не был. Церковь — это дом духовный, церковь — это семья. И здесь ты можешь просто быть таким, какой есть. Не нужно притворяться или еще что-то, какую-то, может быть, религиозную маску одевать. Это твой дом. Это то место, где Иисус тебя очень сильно любит. Я тебя сильно люблю. Наша вся команда служителей. Это то место, где ты можешь пережить любовь и быть изменен. Моя молитва и мое желание, чтобы каждый сегодня был изменен на этом месте. И написано в Библии, что Слово Божие, оно проникает в состав человека, в разум, в душу, словно как меч двухсторонний. И оно все там меняет. Оно отрезает то, что не нужно в жизни. Оно добавляет то, что нужно. И знаете, как скульптор, он берет деревяшку или камень, и он вырезает все ненужное. Всякий ложь, обман, иллюзии какие-то, которые в нашей жизни, в нашей душе есть. Слово Божие это отрезает. И получается шедевр. Амин. И сегодня Слово Божие будет делать это в наших жизнях. Я хочу помолиться сейчас, прежде чем я буду делиться темой. Дух Святой, наполни это место еще и еще раз. Спасибо, что ты уже здесь, когда мы поклонялись. Я прямо чувствовал твое движение. Я чувствовал, как ты здесь двигался. И какую-то такую атмосферу приятную приносил нашим душам. Мы тебе поклоняемся прежде всего. Мы здесь прежде всего, чтобы поклониться тебе. Сказать, что мы почитаем твое присутствие. Ты достоин всей славы. Мы здесь не только для того, чтобы получить от Бога что-то, взять что-то. Хотя, безусловно, нам Бог, ты хочешь дать что-то, в чем мы нуждаемся. Но мы прежде всего здесь, чтобы поклониться тебе, почитать твое присутствие. Сказать, что мы любим тебя. Сказать, что ты наш Бог и ты наш царь, и мы нуждаемся в тебе. Мы хотим соприкоснуться с тобой сегодня. Мы хотим быть изменены в твоем присутствии, Господь. Поэтому вот мы здесь перед тобою. Наши сердца открыты. Действуй в нас. Меняй нас. Исцеляй нас. Преображай. Просто поменяй наши мозги, чтобы мы мыслили так, как слово твое. Учат. Чтобы всякий обман и ложь был удален из наших мыслей. Мы это время полностью отдаем тебе и ожидаем твоего движения на этом месте. Амин. Амин. Давайте дадим аплодисменты Иисусу Христу. Две недели назад я проповедовал на тему, от которой я сам очень взял для себя много. Это откровение, которое просто очень сильно коснулось моего сердца. Там проповедь называлась «Состояние души победитель». И если кто еще не посмотрел, но кто не был на служении, не посмотрел записи, обязательно посмотрите. Потому что то откровение, которое лично мою жизнь изменило очень сильно, помогло мне быть победителем во всех ситуациях и даже ситуации, которые были раньше в моей жизни. Это помогло мне все пройти и не оставить никакой раны, никакого следа негативного из всего того, что было в моей жизни. И сегодня я хочу как бы продолжать тоже говорить, продолжение вот той темы, я хочу тоже говорить, эта тема связана с душой, на что наша душа настроена. Вот, и тема называется «Мое неизменное состояние, мой неизменный статус – поклонение». Мой неизменный статус, моя неизменная позиция моей души – это поклонение. Вот, знаете, как я в прошлый раз говорил, что может быть разное состояние души. Может быть, состояние души победитель, а может быть, состояние души жертва. Вот, и, кстати, даже ученые уже давно доказали то, что в Библии написано, что унылый дух сушит кости, он приносит болезни. Он, в новом переводе написано, приносит болезни, которые сушат тело просто, унылый дух. А радость, оно как лекарство для организма, для тела. И ученые давно это доказали, то, что в Библии было написано тысячи лет назад. Вот, это два разных состояния души. У тебя душа может быть в унылом духе, унылое такое состояние, потому что в жизни бывают разные печали. Вот, и это приносит даже болезни. И это влияет на твою жизнь, на твое качество жизни. Может быть, второе состояние души – это радостный дух, который даже лечит, если у тебя есть какие-то болезни. То есть, знаете, может быть, состояние души, которое токсично для жизни. Оно отравляет всю жизнь. И очень опасно жить в определенном состоянии души. И это состояние просто отравляет, во-первых, тебя, и, во-вторых, твое окружение. И сегодня я хочу поговорить о том, что мы ходим перед Богом. Если раньше я говорил о душе, как о нашем качестве жизни, чтобы мы сами были в победе и так далее. Но мы также должны помнить, что мы ходим перед Богом. И очень важно, какая наша позиция нашей души, нашего сердца именно перед Богом. Как мы относимся к самому Богу. И, знаете, когда все хорошо в жизни, прямо все прет, знаете, все получается. Бывают такие дни, дай Бог, чтобы их было больше в нашей жизни. Прямо все получается, все хорошо. Тогда, на самом деле, мы не можем по-настоящему знать, как обстоят дела в нашей душе. Какое положение нашего сердца по отношению к Богу. Конечно, мы тогда говорим, ой, слава тебе, Бог, ты такой хороший, добрый. Я поклоняюсь тебе, все так хорошо в моей жизни, я благодарю тебя. Но, как только приходят сложности в нашу жизнь, которые мы не ожидали, только тогда выявляется истинное положение нашего сердца по отношению к Богу. Амин. Только в сложностях выдавливается, знаете, как сок выдавливает из этого фрукта. И только тогда можно видеть, что там на самом деле. Когда давление приходит в жизнь, тогда мы сами начинаем видеть. И Бог начинает видеть, что на самом деле в нашем сердце по отношению к Богу. Хочу начать с одной истории, которая приключилась с Иисусом от Луки. 17 глава, с 11 стиха почитаем. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, Он сказал им, пойдите, покажитесь священникам. И когда они пошли, очистились». Вау, очень удивительная история. Это были прокаженные. Это были люди, которые не только имели страшнейшую болезнь. Это проказа, там нос отваливается, все тело в язвах, постоянная боль, постоянные мучения. Они слепнут и глохнут, и потом умирают от этого. И это не только физическая болезнь, это вообще душевно очень тяжело было. Потому что в израильском народе это считалось как проклятие. Это считалось нечистым человеком. И они жили где-то вдали, они не имели права приходить в люди. Они жили в пустынях, в пещерах, друг с другом только могли иметь какое-то общение и разделять свою боль друг с другом. И везде, куда они приходили, все от них шарахались. В них кидали камни, если они приближались. Их отвергали. Они чувствовали сильнейшее отвержение. И это была заразная болезнь. И, возможно, они просто где-то как-то случайно заразились. Они не виноваты были в этом. Просто как-то получилось, что мимо кого-то прошел, поздоровался. Может быть, даже доброе дело кому-то хотелось сделать. А от него он заразился этой страшной болезнью. И они ходили в мучениях. И таких людей было много. И вот они однажды услышали об Иисусе, что Он Сын Божий. Что Он исцеляет. От Него исходит сила. Он творец всей земли. Он все знает. И они нашли путь, как приблизиться к Нему. И они даже не посмели к Нему подходить близко. Они издалека стоят и кричат. Иисус! Иисус! Наставник! Мы просим у Тебя одного. Мы просим у Тебя милости. Просто помилуй нас. И знаете, Иисус, я верю, я прямо вижу это в строках, что Иисус очень был восхищен вот их отношению. Были ли у них вопросы? Почему с нами такое приключилось? Почему вот у них все хорошо, они здоровы, а мы вот заразились этой болезнью? Конечно, у них была куча вопросов к Богу. И вот перед тобой стоит Бог. Начни задавать Ему вопросы. «Бог, почему Ты это допустил в моей жизни? Где Ты был, когда вот я заразился этой болезнью? Почему Ты так ненавидишь меня? Почему? Почему?» И они могли бы прийти с претензиями к Богу и начинать высказывать Ему свои претензии. Но вместо этого они не начинают задавать вопросы Богу, а просто говорят «помилуй нас». Возможно, они просто упали, поклонились на колени. И они говорят «Иисус, мы просто одного просим». Они даже не просили исцеления. Они просто понимали «я нуждаюсь просто в милости Божьей». Я не понимаю, почему со мной это произошло, но я одно понимаю, что мне нужна милость от Бога. Я просто поклоняюсь Тебе, Бог. И я просто прошу Твоей милости. И знаете, такое состояние, такое отношение, оно просто притягивает чудо в жизнь. Амэн. Иисусу не пришлось даже возлагать на них руки. Иисусу даже не пришлось физически к ним подходить. Он просто им говорит «Вау!» Ну, как бы, у вас такое смирение передо мной, перед Богом. У вас нету претензий, у вас нету злости к Богу. Вы просто просите милости. Чудо уже летит к вам. Такое состояние сердца, которое мне угодно. Написано, что смиренным Бог дает благодать. И он говорит им, и он решил еще немножко их испытать. Неужели на самом ли деле они настолько смиренные? Или они просто, может, притворяются, такую маску одели? И он как бы не говорит «Все, прямо сейчас, в эту секунду вы исцеляетесь». Он как бы еще одну проверочку им дает. Потому что Иисусу всегда важно увидеть твою веру. Увидеть, что ты до конца веришь. Что ты до конца смиренный. До конца поклоняешься Богу. И он говорит, дает им такое задание, которое было очень сложно выполнимо. Потому что они не имели права, будучи прокаженными, приходить к священникам, приходить вообще к людям. И Иисус им говорит «Идите сейчас». Там, где вы есть, оттуда, прямо напрямик, к священнику. И покажитесь ему. А дело в том, что раньше их священники гнали. Они считали их проклятыми. Кто-кто, но священники такие религиозные, они их гнали подальше. А Иисус говорит «Идите к ним, покажитесь». И что-что, но они были по-настоящему смиренные. И они по-настоящему смирились перед Иисусом. И они могли бы начать «Ну все, теперь хватит с меня. Я вот тут смирился. Я тут просто прошу тебя, распинаюсь, милости прошу. А ты вместо того, чтобы подойти, исцелить нас, возложить на нас руки, какой-то, может быть, обряд провести, такой какой-то мистический, ты просто отправляешь нам к тем, кто нас загоняют сейчас, запинают». Но они не стали возникать. Они сказали «Если ты говоришь так нам, Бог, значит, так надо сделать». Вот это есть поклонение. Вот это есть истинное смирение. Когда ты не понимаешь, почему что-то происходит, ты не понимаешь, для тебя это нелогично, то, что Бог тебе говорит. Но ты говоришь «Раз ты так, Бог, говоришь?» Это рема. Рема – это когда Бог что-то тебе высказывает для того, чтобы ты что-то пошел и сделал. И часто это может быть нелогично. Это проверка твоей веры. Это проверка твоего смирения перед Богом. И они идут «Ну ладно, Иисус сказал, мы ничего не понимаем». Идут «О, смотрите, мы здоровы, где проказа?» И такое ликование пришло, такое исцеление произошло только потому, что они смирились перед Иисусом и сделали то, что Иисус их попросил. Очень часто в нашей жизни может быть много вопросов. Особенно, когда приходят сложности в жизни, когда нас кто-то предал, когда пришла какая-то болезнь, какие-то обстоятельства в жизни, и мы можем начать задавать вопросы «Бог, ну где ты был, когда со мной это случилось?» «Почему так произошло?» И знаете, такие претензии очень часто, ну мы по ошибке можем Богу претензии предъявлять. «Бог, ты что? Ты мне должен? Ты мне обязан?» Вот хороший пример. Вот Максим, он сейчас предслужением пришел, говорит, вот сегодня утром украли велик у меня. Просто давай помолимся, чтобы Бог этот вопрос решил. Мне так нравится такое отношение сердца. Он мог по-другому сказать, вот я тут собрался в церковь, там ехать на велосипеде, а вот тут Бог допустил, что велик у меня украли. Вот Бог, ну как ты можешь быть таким? И вот знаете, такое претензия к Богу. А тут человек просто смиряется. Я не знаю, почему так произошло. Я не знаю, почему Бог этого допустил. Но я верю, что Бог все равно меня любит. Я верю, что Он верен. Я верю, что Бог может эту ситуацию изменить. Амэн. Я очень много видел таких ситуаций, когда люди разочаровывались в Боге. Еще много лет назад, просто во мне так засело этот пример, я его часто уже приводил, но там одна девушка, ну девушка, которая уже много лет с Богом в церковь ходила, и ей нужна была квартира. И она просила постоянно молиться, чтобы Бог ей дал квартиру. Но так произошло, что вот не дал Бог ей квартиру в протяжении там, может, полгода или год, не помню, как долго она ждала. И вот просто ее терпение лопнуло. И потом она так разочаровалась. Что это за Бог такой? Я у него вот квартиру, вот неужели ему трудно дать мне просто квартиру? И она ушла из церкви, она ушла от Бога. Она просто разочаровалась. И такое происходит. Иногда люди приходят в церковь, все с Богом. И потом они просто, ой, мало мне помогли, мне там не то, не сделали. Со мной не поприветствовались. Мне не помогли, когда там мне нужна была помощь. И они уходят от Бога. И они потом претензии. Вот что это за церковь? Что это за Бог такой? Не мог мне помочь? Не мог меня выручить тогда в тот момент? Это неправильная позиция. Что бы в нашей жизни не было, мы не имеем права роптать на Бога. Мы не имеем права высказывать претензии Богу. Потому что Он Бог, а мы Его творение. Он Отец, а мы Его дети. Младший сын, помните притчу о младшем и старшем сыне. Он сын, он понимал, что ему принадлежит наследство. Принадлежит? Конечно, принадлежит. Принадлежит тебе исцеление? Конечно, принадлежит. Обеспечение принадлежит? Конечно, принадлежит. Все, за что Иисус Христос заплатил на кресте, это тебе принадлежит через веру, через твое сыновство. И вот этот младший сын тоже, он понимал, мне принадлежит наследство, я тут сынишка такой. И он приходит к отцу, говорит, а ну-ка гони мне мое наследство, я пойду, куда сам хочу, что мне тут с тобой сидеть, тебе служить, исполнять твои просьбы. Я пойду своей дорогой, но ты дай мне, что мне принадлежит. Отец, так как любил своего сына, он говорит, конечно, я тебя не держу. Я тебя не заставляю быть в моем доме, если ты этого не ценишь и не хочешь. Я настолько сильно тебя люблю, что я отпущу тебя. Я настолько сильно тебя люблю, что я не буду вмешиваться в твою волю, не буду насиловать тебя. Я не побегу за тобой, я просто буду ждать. И вот это отношение младшего сына, оно куда его привело? Он нашел себя со свиньями. Он нашел себя через какое-то время со свиньями, у которого нету ничего, разбита жизнь, нету ничего. И вот такое отношение, оно приведет только туда, к сожалению. Я помню, как однажды Артур Симонян, это пастор 10-тысячной церкви в Армении, он однажды был у нас в церкви. У него умерла дочь, за которую вся земля практически молилась в протяжении долгого времени, и потом она все-таки умерла. Это, конечно, был шок и удар. Как так? Почему Бог допустил? И я помню, когда он рассказывал, он говорит, я совершил очень большую ошибку после этого. Я начал Богу высказывать претензии и вопросы. Бог, почему ты это допустил? Но почему? Почему ты не исцелил? Почему? И когда он это задавал Богу, то сатана пришел и вмешался, и он начал отвечать вместо Бога. Потому что ты вон там-там согрешил. Потому что Бог тебя не любит. Потому что ты уже все, тебя списать надо. У тебя нет никакой силы. Все твое служение, это все фейк. И сатана начал ему отвечать на вот эти претензии к Богу. И потом, слава Богу, Бог остановил. Бог говорит, сын, подожди. У тебя неправильная позиция сейчас. Неправильное отношение. Поэтому нужно... Когда даже мы не понимаем, что происходит в нашей жизни. Такие ситуации бывают. Почему происходит что-то, что происходит? Или почему нас там кинули? Почему мы попали в эту ситуацию? Почему болезнь пришла? Мы не знаем ответов. И знаете, я хочу сразу сказать такой секрет. Что на этой земле на какие-то вопросы мы никогда не получим ответы. Никогда. Только когда придем на небо, там нам вся картина будет понятна. Почему то, почему то. Но вместо того, чтобы задавать вопросы, почему, почему мы должны, вот как эти прокаженные, просто сказать, Бог, я не понимаю, но я поклоняюсь Тебе. Я просто прошу, помилуй меня. Мне тяжело сейчас. Просто прошу Твоей милости. Окажи мне Твою милость в этой ситуации, в которую я попал. Я не понимаю, почему, но я знаю, что Ты остаешься верен. Амин. Амин. Мне сразу вспоминается Иов, конечно же. Это был человек, который любил Бога, благочестивый. Он был самый богатый вообще из всего Востока. Просто все у него было. Он любил Бога. Каждый день жертву делал Богу. Молился. У него было много детей. Бог его благословил всем. И однажды сатана пришел в его жизнь. Бог допустил. Бог сказал, окей, я позволю сатане испытать Иова. Иова, реально ли он любит меня. Потому что, когда все хорошо, тогда легко любить Бога. Тогда легко поклоняться Богу. Но Бог решил допустить сатане вмешаться в жизнь Иова. И сатана пришел, и просто никому такого не пожелая, он все забрал у Иова. Его все имущество обанкротилось. Бизнес все рухнул. Все животные, скот, все умерло. Дом разрушился. И, мало того, его дети умерли от несчастного случая. И он остался просто. И потом, плюс ко всему, он еще заболел проказой. Вот такая жирная точка. Это просто... Ну, знаете, когда он... Меня просто так это сильно поражает. Вот это отношение Иова. Когда ему пришли... Когда он был... Просто не понимал, что с моей жизнью происходит. И потом, когда пришел ему слуга, сказал, слушай, мне это очень неприятно говорить. Это тебя просто убьет. Но все твои дети умерли. Произошла там катастрофа. Там дом обрушился. Было ураган. И они все умерли. И давайте прочитаем вот эти два стиха. Вот это ответ Иова на вот эту весть, что его дети умерли. Вся семья умерла. Иов 1, 20. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амин. Просто, когда у него было полное право начинать роптать на Бога, высказывать претензии. Наверное, я бы точно так сделал. Потому что я уже сказал, все, Бог, но еще ладно, там бизнес, все такое. Но дети, когда умерли, я этого не приму. Я этого никогда не пойму. Как ты такое мог допустить? Но Иов, он имел настолько смиренное сердце. Он имел сердце поклонника. Его состояние сердца было поклонение. И даже в этой трудной ситуации, он просто вместо того, чтобы начать злиться на Бога, он разодрал одежду свою. Но в то время люди разрывали одежды как признак самой ужасной трагедии горечи в своей жизни. Одежда – это был их статус. Одежда – это была их идентификация. Они не так, что как мы пойдем каждый день в хуэме, дешевую одежду купим, через неделю опять новую футболку. Они одну имели одежду практически всю жизнь. Такую одну качественную, которая уникальная, сшита для них. И в знак вот такой просто скорби, горечи, что он не понимает, что в жизни происходит, он просто разрывает свою одежду. Он остриг свою голову. Он просто сказал, я никто и ничто. У меня нету… Ну, то есть он свой статус, знаете, что вот я благочестивый, Бог мне что-то должен, я такой важный, богатый. Он просто с себя все это снял, какие-то свои регалии, и просто говорит, я никто и ничто перед Богом. И он просто взял и поклонился Богу. Вот. И потом начал говорить, что если Бог… Бог мне все это дал, значит, Он это взял, и я Его имя благословляю. Вот оно, настоящее поклонение. Несмотря ни на что, не только когда все хорошо, ты просто… Первая твоя реакция, когда приходит какая-то проблема в жизнь, первая реакция – это не бунт против Бога, это пасть на колени. И поклониться Богу. Амэн. Я помню, в моей жизни, когда мне было 13 лет, то моя мама умерла, я вообще не понимал, почему Бог не исцелил. Мы все молились за нее, и тоже в разных странах молились. Когда она умерла, то я был разбит, вся семья была разбита. Я пошел в комнату, у меня было много вопросов Богу, очень много, и много возмущения в сердце. Но я взял в руки гитару и просто начал перед Богом плакать и славить Его. И Он явился мне. Он просто… Я пережил присутствие Бога, когда Он увидел, что я просто хочу Его. Я не ищу просто исцеления. Знаете, вот нельзя просто искать исцеления. Нужно искать целителя. Нужно искать источник. Мы привыкли просто что-то брать, идти в магазин и брать, что-то где-то получать. Бог, Он заинтересован в том, чтобы мы были заинтересованы в Нем как в личности, как в источнике, чтобы наше сердце было смиренно, сокрушенно перед Ним. Не ищи исцеления, ищи источник исцеления, целителя. Это Иисус Христос. Не ищи просто финанса, ищи обеспечителя, от которого исходит источник жизни для тебя. И когда ты его найдешь, когда ты к нему приблизишься, ты найдешь все. Не ищи просто успокоения, ищи того, кто является утешителем. И найди источник сегодня. А для того, чтобы найти источник, тебе нужно быть в смиренном положении перед Ним. Поклоняться Ему, несмотря ни на что, в любой ситуации. Просто, как Бог, я не понимаю, что происходит, но сегодня я просто становлюсь на колени, и я поклоняюсь Тебе. Я знаю, что Ты все равно верен. Я знаю, что Ты праведен. Я знаю, что Ты целитель. Как один служитель сказал, даже если Бог меня не исцелит или не исцелил, Он все равно остается моим целителем. Амин. Амин. Вопросов много, но одно мы должны понимать. Слово Божие, оно всегда истина. Божьи обетования, они всегда истины. Стой на них, смиряйся перед Богом, поклоняйся Богу, вникай в Его Слово. И вот это состояние обязательно, я уверен, оно привлечет Божию благодать, Божьи чудеса. Амин. Амин. Иногда даже не надо будет Богу как-то физически являться, приходить, возлагать на Себя руку. Просто чудо придет в Твою жизнь. Амин. И однажды, когда Иисус ходил тоже по земле, и там женщина, которая язычница была, она говорит, освободи мою, исцели мою дочку, исцели. Иисус как бы говорил, ну, я должен сначала израильскому народу послужить. И потом она, это сложно заметить, но там есть такой момент, и она потом пала перед Ним и поклонилась. Иисус не мог уже устоять перед таким состоянием сердца. Когда ты просто требуешь, исцели, исцели, дай, 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 то Иисус говорит, подожди, в моем приоритете есть другие люди, у которых смиренное сердце, которые просто просят милости, а не подачки от меня, которые ищут меня как личность, которые заинтересованы, чтобы познать меня, а не просто получить от меня что-то. Я сначала их благословлю, а потом посмотрим с тобой. Но когда она изменила свое состояние сердца и просто поклонилась, Иисус говорит, во, чудо уже идет к тебе, твоя дочка здорова. Амэн, амэн. Чудеса приходят, не когда мы задаем Богу вопрос, а когда мы поклоняемся Ему. Амэн, амэн. Бог ищет истинных поклонников. Написано в Библии, что Он ищет их. Он ищет истинных поклонников. Это люди, у которых сердце поклонения, поклонника в любой ситуации, не только когда хорошо. Он ищет их, чтобы благословить их. Он ищет их, чтобы дать чудо, восполнить всякую нужду, чтобы явиться им как личность. И в нем ты найдешь все, в чем только нуждаешься. Амэн, амэн. Амэн. Когда в тайной комнате перед Богом ты сокрушаешься и смиряешься, поклоняешься, то тогда тебе никогда не нужно будет смиряться и преклоняться перед болезнями. Тогда никогда не придется преклониться или, скажем так, прогнуться под обстоятельства. Тогда никогда не нужно будет преклониться перед сатаной. Никогда. Перед всеми его делами. Если ты поклоняешься своему Богу. Амэн. Тогда твое колено никогда не преклонится перед болезнями, ни перед проклятиями, ни перед какими обстоятельствами. Если ты сокрушаешься, смиряешься, поклоняешься своему Богу. Амэн. Многие христиане, они не понимают этого. У них такое сердце бунта на Бога. И поэтому они не имеют силы в своей жизни. Когда они провозглашают против сатаны, даже против болезни, еще что-то, то сатана иногда рядом стоит и смеется. Чего это ты просто там вякаешь? Никакой силы нет. Но когда человек в смирении перед Богом, то тогда Бог его наполняет такой силой, такой мощью, что одно его слово, оно просто меняет обстоятельства. Оно имеет такую силу. Амэн. Амэн. Халлилюя. И обстоятельства меняются. Я раньше не понимал, почему апостол Павел себя, пусть он называет рабом Божьим. Вот я раб. Я раб Божий. Я говорю, ну, Павел, зачем ты? Иисус сам сказал, что вы для меня не рабы, вы дети. Почему ты называешь себя рабом? Но потом я понял, когда Бог мне начал говорить на эту тему, что он просто сделал свое сердце, сердце служителя, сердце раба. Да, он сын, да, мы сыновья, но он как этот блудный сын, который однажды пришел домой к своему отцу, который он его ждал, и сказал, отец, я не достоин называться твоим сыном, я тебя предал, я позволю мне быть просто твоим слугой, просто рабом твоим. И отец, увидя это сердце, это сердце поклонника, это смиренное сердце, отец, сын не просил его, там, дай мне то, дай мне то, он же не просил ничего, он просто говорит, помилуй меня, прости меня, позволь мне быть просто твоим служителем, служить тебе. Отец говорит, сынок, вставай, я тебя начинаю благословлять всем. Когда такое сердце, когда такое отношение к Богу, то чудеса уже летят, благословения уже идут, отец надел перстень на палец сына блудного, дал ему власть, сказал, я так ценю твое сердце, что даже когда ты все растратил, когда у тебя много вопросов и так далее, но ты сегодня смиренный передо мной, ты не задаешь вопросы, почему ты не пришел искать меня, вот я со свиньями жил, вот у меня там, ты же мог бы послать своих слуг, они бы привели меня, они бы принесли мне, может быть, денег больше, а я голодал там, неужели ты не видел в каком состоянии я? Нет, он не с таким сердцем пришел. Бог, где ты был? Он сказал, просто помилуй меня, позволь мне быть твоим служителем. И я гарантирую, что такое отношение к Богу, оно притягивает чудеса и благословения в твою жизнь. Бог сразу надевает тебя в новые одежды, Он заготовливает пир для тебя, праздник закатывает, Он начинает радоваться вместе с тобою. Амэн, амэн. Конечно, у всех нас негативный опыт есть, когда что-то не получалось, так же, как были у этих прокаженных, которые их всех гнали, и их священники гнали. Иисус говорит, идите, покажитесь. Они не стали вспоминать негативный опыт. Вот, нас там гнали, то есть все, они просто сказали, все, Иисус, мы отдаемся тебе. Все, что ты скажешь, делай, все буду делать. Просто помилуй нас. У Давида был негативный опыт. Его отец не пригласил, когда всех сыновей надо было пригласить. Забыл вообще про него. Его братья постоянно там ругали, обзывали. Он один там был, самой низкой работой занимался по советствам. Но когда он предстал перед Голиафом, он не стал вспоминать свой негативный опыт. Он стал вспоминать свои победы. Он в смирении перед Богом сказал, я не знаю, как я сейчас одолею этого Голиафа. Я не знаю, вот передо мной проблема, этот Голиаф. Я вообще без понятия, я не имею сил его преодолеть. Но я смиряюсь перед Богом. Я знаю, что Бог мне поможет. Я знаю, что Бог меня выведет. Амин. Амин. И Давид говорит такие слова однажды. Псалом 56, седьмого по восьмые стихи. Приготовили мне сеть ногам моим. Душа моя поникла. Выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое. Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить. Амин. У Давида были большие проблемы. Он не понимал, почему это происходит в его жизни. И за ним гнался сам царь со своим войском, чтобы убить его. Ему готовили ловушки. Он был гоним. Хотя Бог ему обещал царство, Бог ему обещал благословение. А он в такой ситуации находится долгое время, что его хотят убить. И он каждый день трясется. Он не знает, проживу ли я до завтрашнего дня. Просто нереально выжить. Верная смерть меня ожидает. Но он говорит, да, все это есть в моей жизни. Но готово сердце мое славить Бога, поклоняться Богу, несмотря ни на что. Амэн. Готово сердце мое славить и поклоняться Богу. И мы знаем, что Бог вывел его обязательно. Бог обязательно поднял. и Бог обязательно поднимет тебя. Бог обязательно выведет тебя из тупика. Если ты сегодня просто поклоняешься Богу, смиряешься перед Ним, несмотря ни на что. Амэн. Я приглашаю вас к молитве. Давайте поднимемся, чтобы побыть в молитве. И если кто желает, чтобы мы за него помолились, за тебя помолились, то, пожалуйста, выйди сюда вперед, вот в эту сторону туда. Там камеры тебя снимать не будут. Можешь просто туда встать и мы помолимся за тебя. Может быть какая-то нужда, может быть что-то в душе есть, может быть просто чтобы покаяться перед Богом, сказать Бог, войди в мое сердце, измени меня, стань моим Богом, а я твоим детем. Сейчас возьмем сколько-то минут для молитвы, друзья. Давайте все молиться Богу, обращаться к Нему. Попроси у Него прощения, если у тебя было состояние бунта в сердце, такое недовольство к Богу, разочарование какое-то, какие-то вопросы, на которые ты не получал ответы, у тебя осадок в сердце появился из-за этого. Просто попроси за этого Бога прощения, скажи, Бог, даже когда я не понимаю, что со мной происходит, я поклоняюсь тебе, я смиряюсь перед тобой, ты все равно верный, ты чудный, ты любишь, я знаю, что ты любишь меня, я знаю, что у тебя самые добрые воли на мою жизнь, добрые планы, я знаю, что ты в завтрашнем дне меня обеспечишь, и в завтрашнем дне ты меня исцелишь, и все будет хорошо, я доверяю тебе сегодня, Иисус, я поклоняюсь тебе, мой Бог, хвала тебе, Отец, неизменное положение моего сердца, поклонение, и никакие обстоятельства не смогут изменить мое положение сердца по отношению Бога, я буду всегда поклонником моего царя царей, моего Бога, халлилюя, спасибо тебе, царь, спасибо тебе, наш Бог, мы поклоняемся тебе, мы превозносим тебя, Отец, ты дорог для нас, ты наш Бог, ты наш царь, Иисус, спасибо тебе, халлилюя, халлилюя, хвала тебе, Иисус, поклонение тебе, несмотря ни на что, несмотря ни на что, мы хотим тебе воздать честь, воздать славу, мы хотим сказать, как мы любим тебя, как ты дорог для нас, мы доверяем тебе, твое слово истинно, твои обетования, они да и аминь, спасибо, что мы можем опираться на тебя, доверяться тебе, в любых жизненных ситуациях, и пусть никто никогда не повлияет, чтобы наше сердце огрубело по отношению к Богу, помоги нам быть всегда мягкими по отношению к тебе, чуткими, Господь, даже когда мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, просто довериться тебе, потому что ты знаешь, что делаешь, спасибо тебе, Иисус, хвала тебе, наш Бог, халлилюя,